Дмитрий и Данил мастера спорта по боксу достигли успехов благодаря ежедневным тренировкам для США номер 10. Но боевой настрой рушит возможное переселение из родного спортклуба. Негде будет готовиться, негде будет тренироваться. Если просто помещение дадут, то там ничего нет. В этой школе тренируются малоимущие дети бесплатно. Поэтому родители и тренеры муниципальной спортшколы забили тревогу, когда сибирская генерирующая компания предписала им выселиться из-за изношенных и перегруженных теплосетей в подвале. А вот и яблоко раздора. Те самые тепловые магистрали, которые по каким-то причинам находятся внутри помещения. Хотя по всем правилам такие опасные трубы должны располагаться под землей. По словам собственников этих теплосетей, сейчас нет необходимой территории, чтобы их перенести. Зато есть полномочия расформировать бесплатную секцию. Потому что, по словам тех же собственников, эта труба угрожает безопасности и здоровью детей. Тепломагистраль появилась в подвале еще в советские годы, а в 90-е в помещение открыли Дю США. В этом году на уже изношенные магистрали увеличится нагрузка, и угроза порыва возрастет. Мы написали письма в администрацию района, в городскую администрацию, о том, что находиться там людям небезопасно. Температура теплоносителя высокая, это перегретая вода до 130 градусов Цельсия. Сегодня подвал считается непригодным для тренировок, но родители готовы рисковать, потому что до этой школы удобно добираться. Дети обрели второй дом, да и вложено сюда немало. В эти помещения летом, в июне, в июле 2019 года было вложено только в ремонт порядка 700 тысяч рублей. Если было такое предписание, то зачем было вкладывать вообще эти денежные средства сюда? Логичный вопрос эффективного использования средств и так далее. Но мы не можем ставить на чашу весов средства и какие-то трагедии, тем более детские. Три направления решения этой проблемы. Вынести трубу за пределы, либо огородить детей от этой трубы неким препятствием, либо совсем закончить с темой, что дюша там будет находиться, всех детей расселить и спокойно эта труба должна была там существовать. Спортивный комитет города уже нашел помещение и постепенно его оборудуют. Но пока что тренеры школы непреклонны и продолжают проводить занятия в подвале, так как официального запрета на его эксплуатацию от собственника нет. Родители спортсменов будут обращаться в суд за экспертизой, чтобы убедиться в правомерности переселения детских секций. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...